Всем привет, с вами Баргун, и сегодня вас ждет неудобная правда про бодибилдинг. Какие откаты у атлетов после карьеры? Что стало с их здоровьем и благосостоянием? Помог ли чемпионский бэкграунд им разбогатеть? Также разберем судейские беспределы, достойные награды в виде мешков Несклика и прочие насмешки в виде призовых. И еще разберем важное значение генетики и все-таки, кому удалось добиться успеха в жизни на основе дилдоболдинга. Любой из вас, качающихся, зачем-то это делает. Если вы хотите сохранить жизнь, здоровье и благополучие, то этот ролик поможет вам правильно расставить приоритеты в этом вопросе. Усаживайся поудобнее, закидывай горячеболин с куриноболом, приятный птиц, а мы погнали. Перед вами фото Пол Дилита до и после карьеры. Сильно сдулся. Денис Борисов говорил, что соревнующийся атлет не может откатить до уровня, с которого начинал. Как мы видим, это не так. В любом случае, форма формой, а главное здоровье, поэтому в откате ничего страшного не вижу. Перед вами Майк Квинн, кочка из 80-х. Сдулся, мышцы стали уродливой формы из-за сохранения у них некачественного синтола, который закапсулировался и никак не может быть выведен из организма без оперативного вмешательства. 90% тяжей использует синтол. Поэтому, выходя на путь соревновательной карьеры, задумайтесь о последствиях после. Нерассасывающаяся синтола и его подобие постоянно вызывают воспалительные процессы в организме. И организм стареет, и рано или поздно он не выдержит, и будет уже поздно. Отличный пример – это Щукин Саша, который проделал кучу операций по удалению синтола. Рекомендую посмотреть его видосы на канале, и вы лишний раз убедитесь, что бэдбилдинг зачастую – это утопия. Уже в 90-е годы бройлеры активно заливали олеину в свои тушки. Чел по центру отмазывался, что его трицепсы имеют специфическую форму и не более. Сказка была настолько убедительной, что в ту ночь даже удалось обойти Катлера и Фукса в турнирной таблице. Флекс Уиллер для многих был эталоном массы и эстетики, но мало кто в курсе, какие объемы масла он в себя вгонял. Впоследствии с возрастом трофика нижних конечностей стало совсем печально, и одну из ног пришлось удалить. Флекс Уиллер объявлял о распродаже своих наград, говоря, что и без них вписал свое имя в историю. Также на операции и протез для ноги для него делали сбор в 120 тысяч долларов. А сейчас бицепс Флекса выглядит примерно так. Вот так бывает, когда ты был легендой и топом бодибилдинга, а спустя 5-10 лет стал нищим, распродающим свои награды, стал инвалидом, собирающим деньги на свое лечение. Если вы рассматриваете бодибилдинг как источник заработка и последствий после карьеры, то посмотрите лишний раз на Флекса и многих других, которых мы сегодня обсудим, и поймите, что без предпринимательской жилки, без каких-то иных вложений интеллектуальных каких-то возможностей или еще чего-то, бодибилдинг соло и его результаты вам толком ничего не дадут. Восьмикратный мистер Олимпия Ронни приседал с большими весами и сейчас на инвалидной коляске. Ронни и Флекс когда-то были топ-2 в мире и кость в кость боролись за первые места. А сейчас, смотря на них, многие фанаты пересмотрели свое отношение к тяжелому бодибилдингу, боясь таких же последствий, которые для большинства не стоят медалей, кубков и статуэток мистера Олимпия. Когда-то я сам плотно сидел на курсах, фанател от качалки и был фанатом всех этих ребят, но сейчас я не фанатею ни от кого, но вот фанатом Джей Катлера я остался и по сей день. А все потому, что Джей взял 4 Олимпии и отлично вписал свое имя в дебилдинг. И выйдя на пенсию, выглядит как абсолютно здоровый человек полуэнергии сил. В отличие от других, Джей, наверное, понимал, что заработок денег не может исключительно строиться на качковском бэкграунде. Катлер понимал, что предприимчивость и пахота нужна и в бизнесе, не возлагая надежды на свое качковское прошлое. Оттого у меня и вызывает уважение Джей Катлер. Топ-кочка, сохранивший при этом здоровье, добившийся всего, да еще в материальном плане отлично себя обустроил. Если со здоровьем такого тяжа, как в Луи Ферине, все, в общем-то, неплохо, то вот касаемо монетизации, все очень туго. А все потому, что в наше время Луи Ферине передает приветы чужим мамкам всего за 100 баксов. Я думаю, если он до такого скатился, это явный признак, что бодибилдинг бодибилдингом. Но какие бы результаты ни были, стыд тупоголовой и кочка без предпринимательской жилки, то в росту победам на ФББ можно подтереться и занять очередь за питанием для нищих. В бодибилдинге часто отходят на тот свет молодые спортсмены. И после этого официальные лица индустрии всегда отмазывались, мол, он наркоманом был, или просто подавился, головой ударился, или другие несчастные случаи. И вот конкретный пример. Не так давно ушедший Люк Сэндоу тоже стал жертвой лжи, которая призвана сохранить интерес к гипермассе в билдинге. На деле же позже его семья раскрыла истинную причину смерти на 32-м году Люка. Это был сердечный приступ. Перед вами рандомный отечественный турнир. Слева направо диктую вам места. Третье, шестое, второе, первое и двенадцатое. Места распределены судейским составом Федерации бодибилдинга и фитнеса России. Как мы знаем, бодибилдинги и критерии судейства очень расплывчатые, они меняются достаточно быстро. Сегодня могут ценить больше глубину, завтра массу, послезавтра общие пропорции, а после-послезавтра все это вместе. Именно эта расплывчатость помогает беспалевно судьям продвигать своих атлетов или спонсоров, которые спонсируют этот же турнир, и подобные махинации. Щукин в своем диалоге с Головинским рассказал, что бикинисток вообще там почти всех по кругу пускает в надежде, что они получат хоть какие-то места. Давайте еще раз глянем на фото. В принципе, мы видим, что атлеты многие равны. У одного ноги глубокие и хорошие, у другого пропорции и общий вид завершенный. Вот это шестое место, а вот этот занял первое. Ну, на мой взгляд, стоило бы поменять их местами. А если вам повезет, то вы победите и получите сертификат на 1000 рублей. Даже на такси до дома не факт, что хватит доехать. А если вам мало тысячи рублей, то расщедрится наш бодибилдинг на достойные награды в виде пакетиков, в которых бесполезный хлам и мешки с говнопротеином. А если и этого вам мало, то наша федерация готова расщедриться на сертификат на пошив плавок. Но получите вы его только за первое место. С годами ваших выступлений счастья на вашем лице не будет предела. Вот еще. ФБФР наградил атлета за, цитирую, выдающиеся заслуги в бодибилдинге. Нахуй ему этот диплом и как он пригодится в жизни, я не знаю. Теперь вопрос к вам. Вы вот качаетесь, хотите выступать. Зная, что бодибилдинг – один из самых опасных видов спорта, готовы ли вы выступать на турнирах, где судейства очень привзятые и расплывчатые, где вы не сможете толком ничего предъявить, где вас и то должны по кругу пустить зачастую, если вы девушка, и то не факт, что займете нужное место. Бодибилдинг – один из самых дорогих видов спорта. Готовы ли вы тратить огромное количество денег и времени на ту форму, спустя 4 года выйдя на сцену, при этом вас обходит человек, который спонсирует этот турнир. При этом форма у вас плюс-минус равная, но все-таки ваша лучше. Готовы ли вы на этот алтарь поставить свое здоровье, а то порою жизнь? Готовы ли вы будьте потом, спустя 10-20-30 лет, принять тот факт, что предыдущие годы вашей жизни это был полный дебилизм? И если вы останетесь неинвалидами, то вам очень повезет. Я не говорю уже о деньгах, которые вы можете на этом бэкграунде заработать или что-то после себя оставить. Хватит ли вам мужества пережить невероятно глубокую депрессию после всех тех годов, которые вы потратили на бесполезные занятия? Если вы любите заниматься мазохизмом, то устройтесь в какой-нибудь порноиндустрии, подкачайтесь, и там на данной роли очень много свободных мест, потому что данных актеров дефицит, а платят за это очень много. Будьте заниматься мазохизмом и плюс за это еще получать хорошие деньги. На фото чувак клянчат деньги у аудитории на поиск для тренировок. Я не знаю, насколько должны атрофироваться яйца мужское начало, чтобы заниматься таким низким попрошайничеством. Денис Ромбак брал интервью уважаемого бодибилдера Ван Ли, и посмотрите один фрагмент, который в принципе опишет суть моего видео за 30 секунд. Я вообще не вижу смысла в соревнованиях, если честно. Я уже давно об этом говорю. В соревнованиях к бодибилдинге? Да. Как ты пришел к такому выводу? Я просто знаю, как ты пришел, у меня есть все твои посты сохраненные. В 2007 году, когда я стоял на сцене, и там за первое место давали пробники Невея, я открыл этот пакетик, смотрю эти пробники Невея, и понимаю, сколько у меня ушло на подготовку, что я мог, блядь, на Кубу съездить, наверное, отдохнуть за эти деньги. И ты думаешь, вот ты долбоёб. Вот и все. Мало того, что вас имеют на всех вертикалях, связанных с бодибилдингом, так еще и постоянно кормят говном в виде поддельного спортпита за баснословные деньги. Страят вас бесполезной формой, в которых попадаются мухи и гормон роста, разработчики которых уверяют вас в его уникальности, делая его при этом в своем подвале с клопами и антисанитарией. А теперь немножко о генетике. Сейчас рядом со мной фотография моей формы текущей, вес где-то 78, рост 186. У меня практически нет жира, и мое тело спортивно. То есть это не 78 килограмм жира там какого-то или просто тела. А теперь смотрим, что я для вас собрал для сравнения с моей формой. На фото у парня невероятный вакуум, объемы и вес до 80 килограмм. Вот еще один парень с отменной генетикой и весом на фото 78 килограмм. На фото два атлета 110 килограмм против 88. Как вы видите, легковес как-то не уступает тому, кто тяжелее. А теперь возьмем атлетов примерно с моим весом и меня. Посмотрите на мои пропорции, длину рук, талию, форму мышц и рост. Генетика имеет первое значение в бодибилдинге. Кто готов с этим поспорить, возьмите свою хреновую генетику, положите 30 лет в своей жизни и выйдите на сцену с ними после всего этого. И вы поймете, почему это так. Иногда идиоты не понимают истины и чужой опыт. Понимают лишь тогда, когда сами пройдут 30 лет пути мазохизма и наступания на чужие грабли. Ведь все эти комнатные кочки говорят что-то вроде «Да нет, я не такой, я особенный, у меня есть труд, у Колы и Бабкина пенсия, мне точно повезет». Давайте накинем немножко массы и вот на данном фото мой вес 98 килограмм, плюс-минус. Но, как вы видите, вот возьмем какой-нибудь атлета из подборки, как-то не сильно мои шансы увеличились подвигаться с ним на сцене, если я бы, допустим, просушился и вышел бы с ним в одинаковых условиях. Перед вами гимнасты слева, двое от 2004 года, справа от 2005 года рождения. Идиот скажет, что часть из них 5 лет на гормонах, но истина в том, что эти тренирующиеся в равных условиях подростки с разной генетикой. Перед вами старое видео, когда Коллиман на сцене был моложе всех и при этом не оставлял шансов никому на сцене по массе и пропорции. Перед вами Фрэнк Зейн, спустя много лет после карьеры. Секрет его долголетия в том, что он никогда не набирал большую массу, даже до 100 килограмм не доходил, и не вливал конские дозировки и не ел по 5 ящиков риса в день. Оттого он и счастлив сейчас и выглядит так, в то время, пока другие катаются на колясках или вовсе уже кормят черви в земелюшке. Перед вами животные, которые жрут целыми днями траву, пьют воду, и мышечная масса больше, чем у топовых бодибилдеров. У каждого животного, в том числе человека, есть свои генетически и эволюционно обусловленные преимущества. У акулы, например, это клыки, умение чувствовать кровь за много километров. У обезьян это мышцы, у человека это разум. Мышцы человека эволюционно не приспособлены набирать огромное количество мышечной массы. Это еще один аргумент в пользу того, что тяжелый бодибилдинг противоестественен для здоровья и для человеческого организма. Давайте я вам помимо Катлера проведу еще два примера, кто зарабатывает на фитнес-индустрии хорошие деньги и при этом не имеет большой мышечной массы. Первый пример это Вадим Доча, первый человек, прокурсивший на всеобщее обозрение. Параллельно с качалкой развивал собственные бизнес-схемы с переменным успехом. Спустя время получает инфаркт и полностью заканчивается бодибилдерством и подобным образом жизни. Сегодня Вадим обладает успешно развивающимся бизнесом по производству одежды для спортивного сегмента. Оборот, по слухам, на сегодняшний день доходит до 1 миллиарда рублей в год. Сам же Вадим отлично живет с женой, ребенком и ни в чем себе не отказывает. Тот самый момент, когда человеку все же инфаркта хватило завязать с бодибилдингом, имея крайне хреновую генетику по мышечной и сердечно-сосудистой составляющей. Второй пример это я, как бы скромно это ни звучало, но я уже обладаю серьезными аргументами, чтобы ставить себя в один из этих примеров. Как более такой приземленный вариант, который тоже хотел накачаться, но не выступал. Ведь мой путь начинался из качалки. Я был фанатом настолько, что в далеком 2014 году в пабликах проводили конкурс «Угадает ли это по части мышечной группы?». Я практически всегда один из первых угадывал ее хозяина. Я тоже не верил в генетику, верил в то, что неимоверные труды и дисциплины могут компенсировать себе недостаток. Но вы должны понимать, что не во всех сферах генетику можно переплюнуть данными аспектами. Но недолго песенка играла, и я уже через 3 года вечного курса чуть не отъехал в прямом смысле этого слова. Кто хочет подробнее об этом узнать, на моем канале есть вот такой полуторачасовой ролик, съемки которого дались мне достаточно тяжело, и посмотрев который, уже очень многие за это время переосмыслили этот путь, и мне удалось их спасти от зависимости от бодибилдинга. В общем, после реанимации произошло переосмысление всего, и я с трудом нахожу работу тренером и параллельно веду свой YouTube-канал. В свое время, работая тренером, часто в интернете мне подкалывали за форму. Но теперь посмотрите на планы продаж и мои результаты в то время. Отзывы обо мне от начальства. Посмотрите еще раз на мою форму и задайте себе один вопрос. А делали только в форуме, если ты хочешь заработать в фитнес-индустрии? Не удавалось быть топ-1-2 по продажам и многократно обходить всех тех, у кого огромный выступательный бэкграунд и форумы, строившихся не один десяток лет. Сегодня я отошел от тренерской деятельности и занимаюсь медиа и другим бизнесом. И мой доход в одну харю равен чистому доходу нескольких средних фитнес-клубов в Москве. Сейчас вы смотрите меня, человека, который по форме даже на любителей турникмена не похож. Но при этом вы же меня почему-то смотрите. А это лишний раз подтверждает тот факт, что даже в этой индустрии мышечной не обязательно иметь какую-то форму, чтобы доносить какие-то интересные вещи, которые интересны спортсменам. Ведь на меня подписывается очень много авторитетных людей. И людей, которые обладают феноменальной мышечной массой и результатами не только в бодибилдинге. И мой пример я хочу показать вам, тем, кто теряет надежды, что без мышечной массовой индустрии ничего не добиться. Это тот пример, который вам даст и ясно понять, что не в форме дело. Дело прежде всего здесь и дело прежде всего в труде. Именно в том направлении, где вы хотите построить свой бизнес. Не обязательно накачиваться. И вы знаете, очень много атлетов, которые накачивают феноменальные объемы, показывают феноменальные результаты. И они стоят как статуя вкопанная, ничего не могут сказать. Считая то, что просто они могут стоять показывать бицепс, свою форму, и к ним будут прилетать контракты с огромными деньгами, рекламодатели и так далее. Но это так не происходит. Если ты молчаливый тупой качок, то ты нахер никому не нужен. И у вас возникнет вопрос, а где найти правду по поводу того, как курсить там, как ПКТ делать, как тренироваться и сохранить здоровье. Столько фитнес-блогеров, тренеров и остальных вокруг. Вы должны уяснить, что практически все эти блогеры, тренеры и подобные хотят лишь заработать. Например, у тренера задача напихать вас в химии, чтобы вы победили, и он за счет вас продвинулся по тренерской карьере, и он получил новых клиентов. Ваше здоровье мало кого волнует, ведь если ценой здоровья вы победили, а потом откинулись, тренер это мало волнует, так что он найдет нового клиента. Я редко называю человека, который вытащил мое здоровье после трех лет вечного курса, когда у меня анализы были такие, что можно было уже смириться. Зовут человечка Александр Сашанов, и мы уже более пяти лет сотрудничаем, но при этом за эти пять лет, как вы знаете, я особо-то о нем не упомянул. У него нет инстаграмов и ютуб-каналов, его вообще нигде особо нет. Он не участвует в этих блогерских распри, каких-то конфликтов, и не трясет бумажками, доказывая, что его методика рабочая. Ему настолько похуй, и он настолько крут, что ему не нужна реклама, так как клиентура прет по принципу сарафанного радио. Как вы знаете, я не рекламирую фарм-магазины, спортпит и прочую залупу, которая, честно, связана с фитнесом. Которую отнимет, если не здоровье, то деньги уж ваши точно отнимет. Но вижу, насколько ужасен рынок специалистов и тренеров, поэтому оставляю вам ссылку на Александра, за которого вот реально могу на 100% дать гарантию, что это будет лучшее ваше знакомство, которое несет наилучшие изменения в вашем спортивном пути или вернет вас к хорошей жизни после курсов, неудачных ПКТ и не только. Ну и напоследок еще кое-что интересное для вас я таки накопал. Есть такой бодибилдер, как Скотт Эйбл, которому удалось выйти из этой утопии и вернуться к нормальной жизни. Вот топовые выдержки из его интервью. Я лично знал, по крайней мере, 10 человек, которые умерли молодыми из-за приема злоупотребления фармацевтическими препаратами для построения мышц. Знал я бесчисленное множество других, чьи жизни были разрушены или испорчены отрицательными эффектами их приема. Затем идут знакомые, у которых были сердечные приступы и легкие инсульты. Им повезло пережить эти предупреждающие сигналы организма, и все же они ничего не сделали по этому поводу и продолжили испытывать судьбу. Был неприятный истресс, который надорвал мои надпочечники. Я сразу пошел к врачу, который прописал мне несколько мочегонных и успокоительных средств и взял несколько анализов крови. Позже в тот день мне позвонили и пригласили к нему в кабинет, потому что он хотел обсудить со мной анализы крови. Это всегда плохой знак, я никогда не забуду, что он сказал. Цитирую. Скажем так, у меня есть пациент в возрасте 60 лет, у которого уже было 4 серьезных сердечных приступа, и его клинический анализ крови выглядит лучше, чем ваш. Когда доктор посмотрел на мои результаты через 20 недели после отмена сыроидов, он воскликнул. Я бы не поверил этому, если бы сам не увидел. Ваша кровь выглядит как кровь здорового человека в возрасте 20-30 лет. Я также перешел к персональным тренировкам с совершенно другой группой населения, обычными нормальными людьми, которые все еще стремятся к реалистичной трансформации фигуры. Два моих бывших клиента сказали, как только он начнет уменьшаться, тут же возьмется за старое. Единственная причина, по которой я упоминаю этих двоих в своей большой статье, потому что они оба умерли, не дожив до 50. Один упал замертво в спортзале, оставив после себя жену и трех маленьких детей, а другим был Грег Ковач, которому никто во внутреннем круге бодибилдеров и не пророчил долгую жизнь. Важно понимать, что индустрия бодибилдинга начала угасать по причине именно тяжелого бодибилдинга, а именно их представители, которые уже сталкиваются с возрастом, со своими проблемами по здоровью. Потому что огромная масса возникла относительно недавно. И сейчас, когда им 50 лет, 60, 70, 40, они уже все складываются пластом, кто-то инвалидами становится, и сейчас уже потребитель видит, а зачем мне такое, я лучше не буду заниматься бодибилдингом. Поэтому выходом из этой ситуации я вижу, что нужно ограничивать весовые категории и нафиг убирать тяжелые. Потому что если вы хотите бодибилдинг, чтобы развивался, если хотят держатели этой индустрии зарабатывать на этом деньги, то вы должны задумываться над этим вопросом серьезно, потому что обратного пути уже нет. Когда люди приходят ко мне и спрашивают о рисках использования стероидов, я отвечаю вполне компетентно, потому что знаю о них из первых рук, а также из вторых, третьих и так далее. Чем больше вы их принимаете, тем больше риск. Чем выше доза, тем выше риск. Можно ли рационально объяснить эту стратегию? К сожалению, именно это и делают многие химики. Хуже того, члены этой индустрии причастны к созданию мифа о том, что не существует никаких серьезных последствий приема огромных физиологических доз препаратов. Бодибилдинг – максимально скучный вид спорта с точки зрения соревновательного процесса и подводки. В игровых видах есть гол, боксинг аккаунт, а что в билдинге? А в билдинге есть инфаркт, геморрой, ампутация и нищета. А вот с этим всем набором и начинается вся соль бодибилдинга. Твоя жизнь превращается в интересный квест, когда ведешь неравную борьбу с последствиями своего дебилизма. Друзья, очень мало подобные ролики набирают просмотров. И если вы считаете, что мне опять нужно возобновить полезные ролики, то напишите как можно больше комментариев, напишите как можно... Поставьте лайков больше. Покажите этот ролик друзьям, выступающим, братьям по качалке. И тогда я буду снимать их чаще, потому что если они будут набирать мало просмотров, то снимать я их не буду, потому что спрос рождает приложение. Если спроса не будет, то и смысл мне тратить огромное количество времени на создание подобного контента. С вами был Варгунин Дмитрий, подпишитесь на канал, не забудьте прочекать все ссылки в описании, они будут для вас полезны. И до новых встреч, друзья!